Впервые Спартакеада Союзного Государства прошла в 2003 году. С тех пор состоялось более 50 этапов, участниками которых стали свыше 13 тысяч человек. На этот раз на соревнования приехали почти 300 юношей и девушек из Беларуси и России, получающих среднее специальное образование. На Святой Земле Брестской крепости состоялась торжественная церемония, посвященная открытию мероприятия. В 2003 году постановлением Совета Министров Союзного Государства было утверждено ежегодное мероприятие за счет средств бюджета Союзного Государства, которые проходят для молодежи России и Беларуси, это Спартакеада Союзного Государства. Всегда проходят 4 этапа, которые включают в себя различные виды соревнований и для школьников, и для студентов. Отдельно, кстати, есть этап для сельской молодежи. Сегодня это этап для профессионально-технического образования, специализированных школ. Но очень важно то, что два этапа проходят на российской территории, два на белорусской. В этом году встречали Псков, Волгоград, у нас это были Гродно и сегодня завершающий этап в Бресте. Брест – это одна из таких спортивных столиц, если не главная спортивная столица нашей страны за счет своей базы, своих объектов. Но вместе с тем, вот это мероприятие, не зря мы сегодня говорим о прошлом, об истории, не зря этот год у нас год исторической памяти. Вот это молодое поколение, которое сегодня в Брестской крепости, место, которое облито кровью защитников, наверное, со всего Советского Союза, оно прежде всего должно учить и понимать историю, и понимать настоящее прошлое и будущее. Конечно, спортивные соревнования, спортивные результаты, они должны быть, они будут, и подведем итоги победителя, но я думаю, что не менее важно то, что молодежь России и Белоруссии вместе, они здесь, и мы, наверное, понимаем и видим историю одним взглядом, и это главное. Это единение чувствовалось и на открытии спартакиады. Команды из всех областей Белоруссии и семи регионов России – Москвы, Смоленской, Орловской, Челябинской и Ярославской областей – Чуваши и Северной Осетии находились в радостном ожидании соревнований. Ребятам не терпелось попробовать свои силы в футболе, волейболе и плавании. Мы приехали из Селябинской области, мы представляем металлургическую технику, мы педагогический колледж, по видам спорта у нас плавание и волейбол. Приехали за победой. Я представляю Брестскую область, участвую в этих соревнованиях не впервые, в том году мы ездили в Волгоград. Это хорошее соревнование, я считаю, так как это возможность познакомиться с ребятами из другой страны, посмотреть их результаты. Такая возможность представилась участникам соревнований на трех спортивных площадках города, одной из которых стал футбольный манеж клуба «Динамо-Брест». Команды до этого не играли вместе, поэтому силы соперников узнавали в процессе матча. Я играю вообще в Витебскую область, сегодня мы провели матч с Мигелевской областью, выиграли 4-1. Сказать игра была сложная, потому что первый тайм более-менее равный, ну а потом нам получилось вскрыть оборону и довести дело до конца. Каждая из команд предстояло пройти три отборочных игры в своей группе, а сильнейшим побороться за место в финале. В Бресте мы в первый раз, нам город очень понравился. Мы представляем Российскую Федерацию, мы с Северной Осетии. В Северной Осетии вот таких ребят очень много, которые не то что, они живут футболом, именно футболом, потому что у нас футбол очень развит. А в это время Дворец водных видов спорта принимал цели устремленных и настроенных на победу участников спартакиады в соревнованиях по плаванию. Спортсмены выкладывались на 100%, но несмотря на серьезное соперничество, атмосфера соревнований была наполнена позитивом и духом единения. С нашими братьями белорусами будем показывать хороший результат. Я выступаю за обрезку область, на таких соревнованиях я впервые. Конечно же дух соперничества есть, хочется победить и я думаю мы справимся. Я представляю город Златоуст, я сегодня буду плыть 50 метров вольным стилем и я чувствую, что во всех дистанциях я смогу войти в десятку хотя бы лучших пловцов. В соревнованиях участвуют 8 команд, 4 команды с Российской Федерации и 4 команды с нашей страны, Республики Беларусь. Состав команды 8 человек, 4 юноши, 4 девушки. На протяжении двух первых дней юноши и девушки демонстрировали мастерство на личных дистанциях в 50 и 100 метров, а на последние оставили смешанную эстафету. А самым ярким долгожданным моментом Спартакеады стала церемония торжественного закрытия. Ведь именно здесь были подведены итоги, а победители получили заслуженные награды. Первое место в волейболе заняли представители Ярославской области. В футболе не было равных команде из Республики Северной Осетии Алании. А лучшие результаты в соревнованиях по плаванию показала команда Чувашской Республики. Спартакеада стала настоящим праздником единения дружбы, а ее участники в своем сердце сохранят самые яркие воспоминания.